Появился свет в конце тоннеля. То есть год мы жили, не понимая, насколько это, как это надолго, как он будет себя вести, сколько людей переболеет, когда он остановится. То есть в начале, когда все только начиналось, было ощущение полной растерянности, потому что непредсказуемая инфекция абсолютно новая, для которой нет ни методов лечения, ни методов обследования толком. То есть идет какой-то вал, какой-то безумный тайфун, который валит все на своем ходу. И то, что мы выстояли, это фантастика на самом деле. И сейчас уже научились лечить, и методы лечения менялись на протяжении всего этого времени. У нас 11-е методические рекомендации по лечению ковида выходят. У нас не было возможности проводить исследования такого огромного количества пациентов, которые весной уже начали нарастать. Очень быстро были решены вопросы по приобретению оборудования, которое упростило и ускорило процесс постановки. Если мы, например, начинали первой неделе, у нас было от 150 до 200 исследований в день, и мы работали с утра до глубокой ночи. А уже вот к лету мы делали 2-2,5 тысячи исследований в день тем же составом, но и мы работали рабочее время. Вот этот опыт, мне кажется, его надо сохранить и очень не сберечь, потому что сейчас бактериальные инфекции, они уходят на задний план, а вирусные инфекции, они впереди, они в авангарде. А вирусная инфекция, она может все новые и новые сюрпризы нам преподносить. Я увидела тех людей, которые на протяжении этого года, тех предпринимателей, которые помогали медикам, и которые перестроили свои производства по потребности, здесь у нас, внутри Тверской области. Это и пластик, который был необходим, это и одноразовые костюмы, которые были необходимы, и маски, и дессредства. Вы знаете, ну вот можно одним словом сказать, на войне как на войне. Видимо, у нас такая психология, что у нас какие-то вот такие экстремальные ситуации, они нас сплачивают, и мы встаем все плечом к плечу, и только так можно было, наверное, справиться и преодолеть. И я, например, с огромной радостью, с огромным удовольствием смотрела на этих людей, которые оставили свой такой традиционный бизнес, перестроились, понимая, что это нужно. Вот, ну, нельзя этого не видеть, не замечать, и не сказать людям спасибо за это. То, что делали мои коллеги-врачи, которые стояли у койки пациента, это трудно переоценить. Практически медики весь год живут чужими бедами, чужой болью, понимаете? Но не выгорели, не выгорели. Ушли очень немногие, и те, кто ушли, они ушли, наверное, даже не потому, что это какое-то выгорание произошло, не хочу, а в силу каких-то физических своих особенностей, в силу возраста, просто усталость, которая не позволяла. Это заболевание, которое не заканчивается с моментом, когда ты перестаешь выделять вирус. Это настолько коварная штука, которая вот разрушительно действует на организм, и там уже такая полиорганная патология возникает. Вот сейчас мы начинаем уже этим заниматься. То есть мы уже больше ориентированы даже на реабилитацию этих пациентов, потому что страдает и нервная система, страдает зрение, страдает сердечно-сосудистая система, ну и так далее, и так далее, можно продолжать загибать пальцы. Говорю, положа руку на сердце, что спасти нас может только вакцинация. Только вакцинация. Потому что вот на сегодня, да, нам кажется, что так много людей переболело в области, я сейчас не говорю там по стране, да, я говорю про нашу Тверскую область. А вот вы посчитайте, у нас заболевших около 30 тысяч, да, население у нас миллион двести. Какой процент получается? Это даже не процент. Доля процента. Да, доля процента. Да, конечно, больше там в городе, все это понятно. Но эти люди не создадут коллективного иммунитета. А вот вакцинация, она... Вот сейчас, например, ученые говорят, разработчики вакцины, что точно ее хватит на восемь месяцев. Но вот эти восемь месяцев... Почему говорят про восемь месяцев? Потому что дальше нет срока наблюдения. Она только в сентябре, ее только начали выпускать в массовую вакцинацию. И вот то, что успели наблюдать, они видят, что восемь месяцев. Вот сейчас, кстати, Институт Гамалии будет разрабатывать новый проект у них по изучению времени сохранения клеток памяти. То есть вот сейчас только они начинают заниматься этим. Они разработали вакцину. Следующий этап, они сейчас будут смотреть, сколько будут сохраняться клетки памяти. Пока они предполагают, что это будет два года, а может быть и больше. Очень хочется в это верить. Если сейчас у нас хотя бы 60-70% населения области сделает вакцинацию, то вот тогда, да, тогда будет коллективный иммунитет. И тогда мы можем спокойно ходить и общаться друг с другом. Знаете, почему я сделала вакцину? Я абсолютно эмпат. Я люблю людей, я люблю с ними общаться. Этот год, он не похож ни на один год моей жизни. Я не могла себе позволить ни общения. Потом я тактирщица, мне надо потрогать человека. Мне надо обнять, прижаться, поцеловать близких. На работе все привыкли к тому, что я мимо не пройду. Я обязательно там либо на плечо руку положу, либо там по руке поглажу, либо поздоровую за руку, либо обниму вообще, по-всякому. Я год была лишена этого. Понимаете? И я не могу пойти в театр, я не могу пойти на концерт, я не могу встречаться с друзьями. И, понимаете, жизнь потеряла краски. Я вам хочу сказать, что я еще в сентябре говорила, что я никогда не буду прививаться. Нет, потому что она еще не изучена. Но давайте объективно посмотрим, а было у нас время, вот как для тех вакцин, которые разрабатываются в плановом порядке, в течение трех или пяти лет, изучать результаты массовой вакцинации. У нас нет этого времени. Или мы вымрем все, или мы, наконец, включим голову и поймем, что у нас нет другого варианта, у нас нет другого пути. Заболеть ковидом от прививки просто невозможно. Там не от чего заболеть. А переболеть гриппом в легкой форме, если вы с ним не встречались, вот это да, это можно. И вот максимум, что я видела, вот самые-самые такие побочные, это моего возраста, мои коллеги, мои друзья, у которых там два дня была температура 38. Все, все, ничего другого. Никто, слава богу, не заболел. Ковидом никто не умер. Ни у кого не было такого состояния, чтобы его надо было в больницу положить на фоне проведенной вакцинации. Ничего этого не было. Нет, я не верю. Ну, конечно, это выбор каждого и личное дело каждого. Но это крайне неразумно. Это крайне неразумно. Потому что мало-то, помимо того, что ты заболеваешь сам, вокруг тебя еще есть люди, которых ты ставишь в опасность. Вот очень недальновидно.